Микс Ньюс. Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме, как мы уже анонсировали. Основатель и руководитель компании «Велокурьерс» Олег Столяров у нас сегодня в гостях. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Телефоны прямого эфира остаются прежними. 672-12-93-9, 672-13-93-9 или пишите в WhatsApp 230-6191. Вот сразу хочется спросить в связи, мы говорили уже в прошлом получасе про то влияние, которое оказал карантин и COVID-19 на наше общество. И можно было заметить, что когда многие опасались пользоваться общественным транспортом, мне казалось, что велосипеды как раз-таки прямо оказались в топе передвижения у многих людей. Даже наоборот выросло количество велосипедистов в городе. Полеокоронавирус выпал как раз на весну, когда идёт потепление, и вообще становится велосипедов больше. А, ну тогда мы с велосипедом говорим, да. Ну, велосипедные базы пустые. То есть практически получается за месяц у всех велосипедистов, которые торгуют велосипедами, да, я как велокурьер разбираюсь, все базы полностью пустые, хорошие велосипеды выкуплены, да, и практически у велосипедистов, велоторговцев никогда не было такого оборота, как сейчас. Никогда. То есть они этот кризис не почувствовали, но сейчас спад уже идёт, потому что все, кто могли купить, кто могли купить, многие ещё хотят купить, да, но денег нету. Вот, и те, кто могли, те купили. И самое интересное, что мы для велокурьера заказали новые велосипеды, но в Словакии на заводе и в Германии заказали, а заводы не работали. Их тоже поставили на COVID, и получается, что детали пришли с Китая, а собирать некому. То есть два дня рабочие, несколько недель, да, и базы пустые стоят. И поэтому мы говорим, почему цены на велики не падают, они не падают в этом году, потому что у них нет велосипедов, просто их не хватает. Ну, есть очень много таких, как, говорят, ну, шлака, например, там, китайского такого, с плохими деталями, конечно. Они дешёвые, их тоже покупают, но они стоят, но они никогда не продавались хорошо, но и хороших велосипедов нет. Просто купить, если мне люди говорят, Олег, ну, там, ко мне сразу люди, там, начали звонить, Олег, достань велик, достань велик, ну, достань. А мне нечего достать, понимаете? Потому что я не могу продавать, там, или помогать даже найти какой-то плохой, ну, я знаю велосипеды, да, я же пользуюсь им, наверное, больше, чем кто-либо, мы, как велокурьеры, ну, действительно, мы им пользуемся, мы по-настоящему, да, они так, как спортсмены. Нет великов хороших, хороших великов нет, на базе хороших великов нет, да, и просто надо людям предлагать какое-то, ну, не очень хорошее штуки, или осталось что-то очень дорогое, да. Это была такая велосипедная проблема, ну, конечно, но ковид, ковид, он, вообще, если говорим о ковиде, надо понимать, что, ну, я говорю о своём мнении, да, ну, это, конечно, авантюра века, да, потому что, ну, вы знаете, от алкоголя умирает 5% людей, вообще от алкоголя умирает. Никто же алкоголь не запрещает, на ковиде ещё его разрешили, да. Ну, так вопрос же не в проценте у мёртвых, а в том, насколько он распространяется, то есть, если рядом со мной в автобусе сидит алкоголик, я от этого алкоголиком не стану. Ну, вы знаете, конечно, никто не говорит, что, ну, авантюра, как она проведена, эта авантюра, да, и это моё мнение, вы знаете, у меня велокурир работает, ну, на линии, на активной линии 30 человек, да, и практически, поймите, что кому-то нужно было заболеть из наших ребят, да, никто не заболел, никто. И мы выходили, первую неделю, конечно, в страхе, что мы заболеем и так далее, но мы не заболели. Надо понимать меры, меры, меры. Вы не пользовались масками, там, средственной защитой? Ну, вы знаете, конечно, да, анекдота ещё, по-моему, на, в конце июня у нас были фирмы, где просят маски, да, до сих пор просят, но сейчас уже вроде бы нигде, ну, по-моему, нет ни одной конторы, в которой маски просят, есть конторы, где надо оставить в ящике что-то, ну, в ящик положить, да, такое осталось. Ну, вы знаете, конечно, моё мнение такое, это моё сугубо личное мнение, потому что почему-то гриппом люди всегда болели, и эпиземии гриппа всегда были намного страшнее, чем сейчас, да, намного страшнее, серьёзные, да. Вы можете, возьмите любую статистику по любым болезням, да, ну, это авантюровека, конечно, это авантюровека, финансовая авантюровека, и все страны от этого страдают, и все страдают абсолютно от этого, да. Это изменение мира, мировой политики, оно как-то должно проходить. Слава тебе Господу, что оно проходит в такой форме, а не в форме войны, голой войны, когда с автоматами десантники будут что-то взрывать и так далее. Хорошо, если мы вернемся к велосипедам, я хотел бы еще уточнить, как раз мы говорим о том, что стали больше покупать велосипеды, соответственно, стали на них больше ездить, и получается, логично выходит, что увеличилось количество неопытных велосипедных водителей. И это для вас, как и для велокурьеров, повысилась ли действительно опасность и сложность передвижения по нашим и так непростым дорогам? Нет, вы знаете, очень интересно, я утром как раз приехал на велосипеде, в Вимонте был сегодня утром, и приехал на велосипеде, но мы поедем спокойненько. Вот я спокойненько, вот очень вовремя приехал, да, вы заметили, и очень спокойно ехал, вот я наблюдал, я наблюдал за ритмом города. Ну, велосипедистов стало намного больше, да. Ну, люди, я бы не сказал бы, что люди медленно едут, и никуда никто не спешит, да, и город очень спокойный вообще-то по большому. Ну, пробки уже появляются, да, пробки серьезные. Ну, я считаю, что опасность – это, конечно, самокатики, потому что у самоката две вещи плохие. Это электросамокат. Да, потому что, во-первых, плохие тормоза, они маленькие колесики, просто физически они маленькие колесики, да, и потом человек на них не шевелится. Вы знаете, у самоката есть одна вещь, когда я на велике, вот я просыпаюсь, да, я на велике начинаю крутить педали, то есть я должен там, ну, ноги работают, организм работает, и я просыпаюсь, а на самокате человек садится, он стоит на самокате, да, он, во-первых, ну, как понимаете, ну, как столб, да, это надо вам там 20-30 минут простоять, как столб. Спит стоя. Спит стоя, да. Вот вы очень хорошо, и спит стоя, и вот эта, вот эта опасность, да. Мне кажется, самокат, он, ну, вот мы говорим о опасности, вот если мы говорим о этой теме, то это опасная тема, потому что, и его можно откодировать, самокат, вы знаете, там, там можно на нем скорость 40-50, какими-то запросто сделать, и там, ну, это смертельный такой вариант, да, и, ну, в этом, если мы говорим об этом, да, велосипедисты нет, но мы должны вернуться к ковиду, мы начали с ковида, конечно, я немножко отошел, потому что это такая боль такая, наверное, да любого человека это боль, да, потому что, ну, это боль любого человека, конечно, нормального человека, но ковид прошел так, что был очень интересный один момент, потому что мы поняли, что машины едут быстрее велосипедов по городу, это было там, по-моему, конец апреля, май, да, когда, ну, город абсолютно быстрее. Пустроя. И ты видишь, что автомобили едут быстрее, чем велосипедист, да, это вот такое было очень интересное такое, ну, потому что у нас, у велокурьера есть машина, есть машинный парк, автобусный парк, велосипедный парк, все это вложено в одно учреждение. Это очень хорошо заметно, что скорости были одинаковые. Но потом потихонечку-потихонечку, конечно, машины начинают проигрывать. Уже сейчас 100% проигрывают. И на COVID, да, у нас было одно время, первые, очень мало работы, потому что биоакурируем практически мы ориентированы на юридические персоны. У нас 98% до этого юридические персоны были. Мы очень мало работали с приватперсоном. Это, может быть, для нас был такой удар, потому что мы приватперсона практически не обслуживали. И у нас был сильный спад работы даже, да, ну там где-то. Но потом она потихонечку пошла, пошла и все. Вернулась в свои рельсы. Но вообще роль доставки в эпоху самоизоляции, COVID-19, она выросла ведь, наверное? В любом случае, конечно. Она вначале очень-очень сильно выросла. То есть был сильный бум сразу такой, что просто действительно, что катаясь, катаясь, доставка, доставка. Но экономика есть экономика. Понимаете? Потому что вы доставляете, пока есть кому платить. Идет доставка. Первое. Сначала доставка идет наверх, потом начинает вдруг падать, да. Или стоит на месте. То есть ничего такого особого не происходит. Потому что падает покупательская способность, падает активность, да, и падает доставка. Это вот такой момент. И доставка, она нужна. Доставка, она будет, да. Но говорить о том, что потом очень доставка... Мы говорим о рынке доставки. Понимаете? Вот очень... Самой трудной ситуацией оказались таксисты практически. Потому что у нас доставка продолжалась. У нас контора не остановилась, да. Ну, доставка есть кому-то, больше-меньше там. Это не так важно. А вот таксисты вообще остановились. Потому что таксистам было... Ну, люди не едут, да. И многие таксисты, они шли в рынок доставки. Сейчас многие такси, они идут в доставки. Яндекс доставлял. Практически болт. Все конторы начали доставлять. Потому что, понимаете, люди без работы. Это... Я говорил с таксистами, я говорю, чтобы там 20 евро в день, во время ковида, чтобы заработать там 20 евро в день, это 10 часов надо провести. Это 10 часов надо провести на линии. Это 10 часов надо провести на улицу, понимаете? А тогда, чтобы заработать 20 евро, понимаете? А 20 евро вам надо платить за квартиру, вам надо кормить детей, да? Это, 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 ну, измессонс, да. Понимаете? Это измессонс, да. И люди были готовы и делать то, что, то, что, ну, то, что по триду, это, 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 это трагедия практически получается. У нас телефонные звонки. Давайте. Давайте мы его примем. Дадите, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Это комментарии. Просто очень забавно слушать, человек, который произносил слово велосипед, экспертное мнение о коронавирусе. Мне кажется, ну... Спасибо большое за ваше экспертное мнение. Мы обязательно примем его к сведению. Мы скинули этот комментарий. Так вот, я хотел спросить, вот, что сейчас, когда уже коронавирус, ну, как бы, у нас закончилась самоизоляция в Латвии, вроде как мы возвращаемся на старый уровень, вы замечаете, что сейчас, так сказать, не на вкусе, пользу велокурьеров, что сравнивая до коронавирусной эпохи и после коронавирусной эпохи, что у вас вырос этот общий уровень или нет? Нет, нет. То есть, он вернулся обратно? Он остается на прежнем месте, потому что, получается, у кого-то он вырастет, у кого-то вырастет, а у туристических фирм их не будет. Ведь туристические фирмы стоят. Но ведь они возвращаются уже понемногу, уже открыты границы. Ну, понемножку, да, ну, понемножку, понимаете, поэтому пока мы можем сказать о том, что еще мы не восстановились в любом случае. Мы не восстановились. В смысле по городу, город довольно пустой практически, да. И если мы говорим о экономике, мы как бы вернулись, мы взяли коронавирус, поговорили спасибо о коронавирусе, все-таки в каждой смене мы говорим сейчас о экономике. Экономика, она постепенно еще возвращается, но она еще не вернулась. Ни в коем случае. Мы не можем говорить, что она не вернулась и еще все работает по-старому. Вторая вещь, что если мы говорим не о будущем, а сегодня, да, о велокурьере, о городе, может быть, мы вернемся к этой теме, да, потому что доставка как таковая на велосипедах, да, и насколько мы все-таки в комментариях у нас будут, да, давайте, ребята, поговорим о велосипедах, да, это, наверное, более толк. С меня будет больше толка, как с велосипедиста. Ну вот это, я хотел задать вопрос, ну это такой наболевший на самом деле вопрос по поводу велосипедной инфраструктуры в Риге, что велодорожек мало, вроде как была новость, что собираются сейчас строить из Имманты в Баби это велодорожку, но вообще в городской среде все-все-все плохо. Очень грустно. Вы знаете, я сейчас проеху на велике, ну я профессионал практически, понимаете, я 20 лет работаю на велокурьере и 20 лет связан с великом, ну, 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 очень грустно, потому что там, например, вот участок, где мост идет через трамвайные пути, да, ну, ребят, ну, там проехать невозможно. Ну там же внизу это велодорожка. Там нет велодорожки, там просто колодбины, понимаете, там, я вчера вечером-то ехал ночью, да, там такие колодбины, ну там колодбины, понимаете, там просто велосипед вы разбиваете, вот тот же самокат там разбиваете, да, и нету ни знаков, ничего, они такие, вы знаете, знаки, ну, ну, 20 лет назад, если там был знак, это было хорошо, Ну, мы же не можем говорить и сравнивать то, что было 20 лет назад. Поедете в Лепую? В Лепую поедете. Поедете в Венспилос. Ну, Господи, можно. Если там магистральная велодорожка, Лепая, Гробиня, ну, это велодорожка. Понимаете, это настоящая велодорога, где люди бегают, где люди едут на самокатах, где люди едут на велосипеде. Это магистраль, это велосипедная магистраль. Это город Лепая, 11 километров. Лепая, Гробиня. Ну, фантастика и освещение, да? Вы живете в городе Реги. Мы говорим, Рига-Юрмала. Ну, Рига-Юрмала, да это, ну, как Рига-Юрмала? Стыдный позор. Стыдный позор. Ну, это стыдный позор. Ну, вот сейчас как раз время предвыборных обещаний. И насколько вот эти вот вопросы велодорожек можно было бы, ну, чтобы призвать людей, может быть, обратить внимание на те партии, которые, ну, будут... Вы знаете, там надо очень смотреть аккуратно, потому что, во-первых, все будут обещать велодорожки. Все. Если раньше там обещали только зеленые, там они акцентировали на велосипеды, сейчас будут обещать все, потому что это модно, потому что люди, в любом случае, люди пересаживаются на велосипеды, в любом случае они пересаживаются на самокаты, в любом случае основная масса людей начинает шевелиться, да? Они хотят бегать. Потому что люди, понимаете, они, как говорится, человек, он растет, и не идет разговор о конце мира, наоборот, я считаю, что человечество как никогда идет вперед, да? Как никогда, да? И в любом случае, и если мы говорим о партиях, то только в том случае, которые будут говорить о процентах. Потому что, если мы не скажем, например, 5% от городского какого-то определенного бюджета будет на веловой инфраструктуру, денег дано, вот именно 5%, допустим, 5%, тогда что-то произойдет. Потому что любая партия будет обещать, но когда она придет к власти, она будет говорить, нам нужен бюджет, да? А денег не будет. Но если вы пообещали, что столько-то процентов от этого бюджета будет на велодорожке, тогда этот проект пойдет. Только тогда. То есть пока не будет конкретного процента, да? Тогда да. И вторая тема, вы знаете, ну это, опять же, анекдот по городу Риги, я знаю, что в Риге никто не отвечает за велодорожку, за велоинфраструктуру, и нет даже отдела никакого. Мы говорили два года назад, я вам рассказывал, что в том же Будапеште, по-моему, там 13 человек, но в Венгрии работают только веб-инфраструктуре. Только, да? По Будапешту 5 человек занимаются только велосипедными делами. То есть практически люди, освобожденные от других обязанностей, да? У них есть отдел, они занимаются, кто-то планирует, кто-то там делает маркетинг и так далее. В Риге до сих пор этого нет. Ну у нас зачастую, когда заходят вопросы о велосипедах и велодорожках, иногда звонят в студию какие-то велоскептики, так называемые, и говорят о том, что, например, в Ригусе сравнивать с другими городами Европы, то у нас бюджет не очень подходит, ну не бюджет, в смысле климат не очень подходит, что у нас полгода дожди, снег, град. Ну вы знаете, я не верю, что это могли звонить только велоскептики, потому что велосипедисты, кто даже минимально катается на велосипеде, такого никогда не скажут, да? Потому что почему-то мы говорим то, почему лыжники могут кататься на лыжах зимой? Ну почему? Вот на лыжах они могут кататься, да? Они там надевают лыжную форму и там в мороз катаются, в горы ездят и так далее, и так далее. И никто не говорит, что это ненормально. Ну что ты зимой-то вдруг надеваешь костюм, едешь в горы, там катаешься с горы. А чего ты? А как разница на велосипеде? Ну какая? Никакая. Потому что вы берете одежду нормальную, да? Вы оделись в нормальную одежду, да? Вы сели нормально на велосипед, вы нормально поехали. Это вообще, знаете, такая идеология, которая вообще непонятно откуда взялась. Потому что тогда давайте зимой не будем надевать пальто, да? Ну почему-то я зимой возьму, вот я сейчас такой, вот маечки, да? Ну если я в маечки буду ходить зимой, ну ничего же не произойдет, понимаете, я заболею. И то же самое с велосипедом. В Риге очень хороший климат для велика. Очень хороший климат. Практически этой зимы не было. У нас зимы даже не было в этом году. Ну не было, там немножко снег... Припорошил. Припорошил даже его не было. Климат идеальный, просто идеальный для велосипеда. И вообще велосипедисты, и вы, когда человек, который бегает, вот занимается спортом, он знает, что 10 градусов идеальная температура. Не сейчас. Самая идеальная температура, мы побегать, да поездить на велосипеде 10 градусов, 10-8 градусов. Это вот для дыхания, для всего, да. Поэтому климат очень хороший. Проблема, я думаю, что проблема из самих велосипедистов, если говорить. Вот я думаю, что очень слабо работает у нас все-таки велосипедное общество. И такие, ну и очень активные вообще, такое общественное движение, наверное, велосипедистов. Мне кажется, в Латвии, оно больше такое, знаете, рассчитано на критику, покричать, поорать, да, там, ну, что-то такое вот сказать. А в это же время, я думаю, что очень мало людей общаются, велосипедисты сами, наверное, виноваты в этом, что в обмене инвентаря, вот обмен информации. Какой инвентарь, где купить, почему купить, зачем купить, да. То же самое с велосипедами, вы знаете. А вот, кстати, говоря про обмен информацией, как найти хороший велосипед? То есть, на что нужно обратить внимание? Ну, вы знаете, вот это, громадная проблема, между прочим, вот вы, я с этим же столкнулся, я говорю, как найти хороший велосипед, нужно смотреть, очень многие люди, они смотрят на бренд, например, там написано Merida, да, и Shimano, да, вот, говорят, вот это велик, да, ну, неправда, потому что не от бренда, все зависит от деталей, от качества деталей, там должна Dior, XT, вот есть какие-то детальки. У нас есть такой сайт есть, www.bicycle.tv, да, ну, Bicycle.tv, там есть рекомендации по велосипедам, как купить велосипед, там не рекомендации, там описание, есть детали, как велосипед купить, там такая книжечка мы сделали, у нас есть такая книжечка, и вы, причитав эту книжечку, да, ну, как, на сайте она свободно стоит, поймете, посмотрите, какой велик вам нужен, потому что все зависит от деталей, не от бренда, а от деталей. Вы знаете, я знаю один бренд только, где хорошие детали ставят от KTM, вот если KTM покупаете, там будет хорошая деталь всегда, вот, ну, я вот чисто по опыту, да, а если вы там посмотрите, например, там Merida, Giant, Specialization, ну, пусть меня простят, ну, там, кто торгует, да, ну, это ничего не зависит, вот это первая ошибка, которую велосипедисты попадают, он говорит, я купил Merida, да, но на этой Merida там разные детали, это как на машине, понимаете, с китайской дешевая деталь, есть дорогая деталь, да, надо ценить по деталям. И, конечно, если по магазину, по цене, да, ну, нет, мои же знакомые звонили, я говорю, ну, Олег, ну, там нормальный велик, я говорю, ребята, ну, 900 евриков. 900? Да, я говорю, 800-900 евриков, я говорю, ну, тогда велик у вас будет 2-3 года работать. Ну, я по ценам, я говорю, чисто по ценам, я искал своего знакомого, говорит, Олег, найди мне хороший велик. Я, значит, в интернете, я уже так соображаю туда-сюда, специалайзер посмотрел, ну, такой более-менее, за ЗК, ну, то, что в Латвии торгуют, специалайзер, да, вы знаете, там, ну, за 800 евриков, ну, такой более-менее аппарат, ну, более-менее такой, ну, еще велик, слава тебе, Господи. Ну, дешевле там уже, ну, душа болит, ну, да, я вам говорю, как профессионал, да, вот это, к сожалению. Это может быть, с точки зрения профессионалов, которые постоянно не увидят, может быть, для обывателя. Нет, я говорю, с точки зрения человека, который пользуется велосипедом каждый день. Я не говорю о спортсменах, да, я не говорю, цены очень высокие, очень, они нереально высокие, это велик не стоит таких денег, но он, его можно сегодня, не украдя, да, приобрести именно за эти деньги. К сожалению, я говорю, к сожалению. А есть ли с рук? Ну, с рук, как попадет, не ворованный, слава тебе, Господи. Вы знаете, с рук был тоже, я смотрел литовские сайты, на литовских сайтах намного больше великов, и если мы говорим о, пусть меня простит, ССЛВ или там наши торговцы, кто торгует в интернете, литовские сайты покруче. И не всегда, мы говорим, ну, если в Литве, значит, велик ворованный, да, ну, неправда, ну, мы почему-то хотим сказать, Литва, значит, велик ворованный. Нет, там ребята просто, они более активные, они более активно вот в этом велосипедном деле перемешиваются и так далее. И велосипед, да, ну, тот же велосипед, поддержанный, я смотрел, ну, где-то на литовском сайте он стоил 500 евриков, да, 500-600, немножко дешевле, да, 500-600 где-то. Можно перегонять. Ну, вы знаете, можно, но это, я думаю, что есть люди, кто этим занимается, но это не моя тема, но я вам рассказывал о своем личном опыте. Ну, к сожалению, время эфира у нас подходит к концу, у нас в гостях был основатель и руководитель компании «Велкурьерс» Олег Стляров.